Добрый день! Вы смотрите проект Делим на Два. Я Татьяна Федорова и Сергей Горло, как всегда, на площадке нашей импровизированной студии. А гость сегодняшней нашей программы это Юрий Васильевич Крупнов, председатель движения и развития, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, ну и уже год как президент Национальной социации реабилитационных центров. Юрий Васильевич, добрый день! Добрый день! Юрий Васильевич, первый вопрос такой. Три как бы разных направлений или все же одно? Давайте объясним телезрителям, чем все-таки вы занимаетесь? Одно, я занимаюсь исключительно проектами развития страны. Больше вот ничем не занимаюсь. И здесь, например, если брать Национальную ассоциацию реабилитационных центров, то в нашем порушенном социуме с гигантскими антропологическими катастрофами, когда у нас огромное количество людей, выпавших из социума, я уж не говорю там более тонких случаев и так далее. Поэтому здесь вопрос не в том, что вот я занимаюсь реабилитацией, я и занимаюсь. И могу с гордостью сказать, что пытаюсь выстраивать в том числе и на государственном уровне идеологию создания государственной национальной системы реабилитации и так далее. Но важно то, что это реальная проблема страны. И без проекта, что делать вот с выпавшими людьми, то есть с разрушенным, порушенным нашим социумом, ну мы никуда ничего не сделаем. Ни индустриализацию, ни развитие, ничего не получится. Поэтому в этом смысле я занимаюсь тем, что создаю национальную систему реабилитации. Я не собираюсь сто лет работать в реабилитации. Мы разрабатываем, реализуем проекты. То есть у нас сейчас, например, мы переходим на уровень стратегических инвестиционных проектов. Для того, чтобы их в более степени испытать, я, например, последние полтора года интенсивно занимаюсь в Центральной Азии такими стратегическими инвестиционными проектами. И, например, в Таджикистан. Вот в зоне ваших интересов Ставрополье только в разрезе реабцентров или же еще какие-то интересы здесь? Нет, я вижу, что Ставропольский край, вот мой друг хороший, выдающийся российский градостроитель Александр Сергеевич Кривов, я в прошлый раз приехал и говорю, вот приехал из Ставрополя, вообще какие у вас мысли, куда краю развиваться, посоветоваться своим старшим умным другом. Он говорит, ну что ты говоришь, Ставрополь, благословенный край. Я говорю, ну это как бы эмоции там, а вот он говорит, да какие эмоции, это и есть максимально техническая характеристика Ставрополя. Вот сейчас мы подходим, да, то есть вы по существу, что греха таит перед властью, перед страной, перед общей, у нас сегодня масса вызовов, и вы практически предлагаете пути решения этих проблем. И я, насколько помню, вы вот нашему губернатору Валерию Зеренкову предлагали, да, какие-то свои проекты. Кстати, вот, ну недолго пробыл он губернатором, как вы оцениваете вообще этот период в управлении Ставропольским краем? Оцениваете его? Ну, мы понимаем все прекрасно, я думаю, я не обижу никого, в том числе господина Зеренкова, но все-таки это потерянное время. Потому что сегодня месяц, а тем более год, значит очень много, кризис нарастает, мы это чувствуем, и на федеральном уровне по секвестру, и у вас, я боюсь, ну, или точнее знаю, что не очень веселая ситуация с бюджетом как таковым, да, все равно предполагаются так или иначе большие сокращения порезка бюджета. И каждый месяц, потерянный месяц, он не дает нам заложить основания, то, что даст какие-то позитивные выходы через 3-4-5 лет, понимаете? Поэтому то, что в этом году ничего не произошло в прошедшем, мне кажется, это минус. Вот, я не хочу ни в коем случае обвинять Зеренкова, то есть речь идет не в том, чтобы кого-то обвинить. Я считаю, на самом деле, у меня четкая позиция, я ее и всегда обозначаю, что виновата федеральная власть. Почему? Потому что когда был создан СКФО, Северокавказский федеральный округ, то это была очень хорошая идея, при том условии, что через секунду после создания округа нужно было, прошу прощения, завести в край там 100-200 миллиардов рублей инвестиций, чтобы край резко поднимать. Потому что если этот край, который может быть либо никем, со всеми трагическими последствиями, либо форпостом России на всем Большом Кавказе. А что вы тут не получили? То есть нужно было сделать, да, форпост, наверное, не на бумаге, а под конкретные проекты, под строгим контролем. Речь не идет просто давальческие деньги в мешках привезти, нет, но надо сюда было вкачать колоссальные деньги. И надо было, и надо будет, потому что мы никуда, никакие проблемы не решили. Я вот, насколько я понимаю, вы с сегодняшним губернатором Владимиром Владимировым встречались. Как у вас впечатления? Ну, вы знаете, во-первых, совершенно другие, чем, скажем, заочно, поскольку мы не были знакомы, чем заочно, вот по телерепортажам, по каким-то заявлениям. Прежде всего, мне понравилось, поскольку мы были как раз в Паспреображенском реабилитационном центре, и там немного переговорили, то прежде всего мне понравилось, что он, конечно, я бы сказал, внимательно пытался разобраться в том, что такое реабилитационный центр. Это уже хорошо, предметные вопросы, такие практические выводы тут же, поручения, и мы в итоге даже что-то стали обсуждать, типа Ставропольского кластера социальной реабилитации. Причем у меня была идея сейчас просто реабилитации, а Владимир Владимирович, он даже говорит, давайте социально, чтобы четче обознать все эти категории социально, что это не медицина реабилитации, не еще какая-то, да? Ну, то есть я могу, Владимир Владимирович, надеюсь, меня не обидится, я могу сказать, что мы с ним вот придумали этот кластер, так? И дальше будем на федеральном уровне уже, если Владимир Владимирович, естественно, посчитает это возможным, мы будем на федеральном уровне делать такой федеральный проект Ставропольский кластер социальной реабилитации. Поэтому какое впечатление? Прежде всего, это практичный человек, но при этом в хорошем смысле чувствительный, воспринимающий проблему, потому что он знает не понаслышке, в том числе по своей работе на северах, что это за проблема. Кстати, он уже создавал реабилитационный центр в Ямал-Ненецком округе. Это человек, который погружен в проблему, увидел перспективу. И мы обсудили, как подвести экономическую базу под реабилитацию, чтобы это было не просто какие-то отдельные потоки, а, например, я условно, северов, с Москвы, ну скажем, тысячу реабилитируемых в Ставропольский край, как бы путевки на реабилитацию, сертификаты на реабилитацию. Он заинтересовался. Мне кажется, заинтересовался, а главное, понимать, проблему. Результат заинтересован 7 миллионов, правильно, бюджет? Пусть это немного, но они есть. Это было вне нашего разговора, это уже было принятое решение, и это его решение, то есть уже показывающее его позицию, но мне важно то, что он сразу стал достраивать идею кластера до вот кластера такого федерального масштаба. Я в ближайшие две недели его проработаю на самом высоком уровне в Москве, эту идею кластера, и, соответственно, тоже уже дальше будем обсуждать более конкретно. А второй момент, который мне понравился, мне кажется, все-таки, если хотите, ну вот из разговора, который у меня был, я увидел, что это человек, управленец, прагматик и управленец, философ, если хотите. То есть это человек, который все-таки понимает принципиально общие вещи, потому что, с одной стороны, да, должно быть все предметное, вот здесь килограммы, метры, рубри, копейки и так далее, все, и так должно быть, да? Но, с другой стороны, есть системные вещи, не решив которые, мы никуда не продвинемся, ну, кадром, например, так? Соответственно, вопросы, связанные с тем, как вообще выстраивать стратегию. Мне в этом смысле нравится его идея, которую он озвучил, которую он кратко сегодня сказал, что, ну, просто какие-то бумажные стратегии на тонну макулатуры, я тоже всегда выступаю против этого. Я помню, как, когда где-то в году 94-м еще только начинались эти стратегии красивые, то, например, лучше всех делали стратегии те, у кого был цветной принтер японский, и они, соответственно, печатают, то есть такой был том, понимаете, все там было ярко. Ну, конечно, а сейчас уже, а сейчас стратегии эти, где-то лет 10 назад, я помню, приехал, за ним губернатором говорю, говорю, вот надо стратегию вообще туда, он, говорит, выдвигает молча шкаф, вытаскивает этих стратегий, говорит, смотрите, говорит, сколько этих стратегий, я уже их видеть не могу. То есть стратегия, стратегия, это очень на две странички суть дела, куда концентрируют все усилия. И мне кажется, это правильно, абсолютно просто. Раз уж мы заговорили, да, новый губернатор, новая команда, вот над какими вообще вопросами нужно сосредоточить региональной власти? Ну, первое, все равно Кавминвода. Это во многом федеральный вопрос. Поэтому, когда мы говорим о региональной власти, имеется в виду не то, что только на региональном уровне, или тем более на местном, а, конечно, на прошивке всех уровней, от федерального до местного, потому что иначе ничего не получится. Прежде всего, Кавминвода. Я сегодня окончательно, в том числе участвую в ряде дискуссий по этому вопросу, окончательно убежден в очень простой вещи. Вот то, что для Тюменской области газ и нефть, естественно, для региона уникальные минерально-природные ресурсы, вода, собственно, воды уникальные, которые имеют планетарное значение, их не использовать правильно, рационально, это варварство. Но у нас здесь в чем вопрос? Вопрос в восстановлении инфраструктуры, правильно? Нет, вопрос в проекте. Нет проекта. Нет генерального конструктора. То есть я обведусь все время проектно. Я не верю, что может что-то произойти, если нет генерального конструктора. Таким генеральным конструктором кто может стать? Ну вот мы сегодня говорили, в частности, с ректором Северо-Западного федерального университета и госпожой Левицкой. И она сказала и обещала предоставить материалы, что у них идет серьезная разработка, что у них есть системный проект. То есть не про длинный отель, даже не концепт, а уже более проработанный проект, не отдельный отель, не отдельный парк, не отдельная что-то там грязь, не отдельные термоводы, не отдельный какой-нибудь источник воды и так далее. А именно системный проект. Поэтому мы договорились обменяться материалами, будем работать и смотреть, как это довести до проекта, чтобы он может был подавать на федеральном уровне, на любых уровнях рассматривать. А там уже внутри, конечно, тысяча вопросов. Здесь частное, здесь не частное, здесь федеральное. Это серьезная тема. Я считаю, что нам нужно осознать, что мы должны развивать не СПА, а оздоравливать, вернуться к оздоровлению. Вот вы знаете, вот я прошу прощения, но не в плане комплимента, но на мой взгляд, вот это фундаментальное доктринальное положение. Есть, Юрий Васильевич, есть. Вот следующее, да, такой блок. Вот у нас, сегодня затронули, да, уже и бюджет у нас хромает, и вообще в стране, да, так. То есть у нас экономический блок. Вот какие бы вы видели здесь приоритеты? Вот на чем сосредоточиться, чтобы действительно экономика заработала? Ведь есть вот соседи Краснодара, там неплохо. Ну, мы все-таки не будем забывать про Сочи. Так или иначе, эти инвестиции идут в регион. Ну, география, да, у них, конечно, другие условия. И второй момент, мы не будем забывать, что по ряду причин Краснодарскому краю удалось еще 10 лет назад начинать правильно организовывать сельское хозяйство, прежде всего в товарной форме, а при этом еще и земли благословенные, опять же, понимаем это прекрасно, и масштабы, количество и так далее. Но удалось правильно сделать прорыв в этом направлении. И я бы на самом деле не особо сравнил с Краснодарским краем. Почему? Потому что не факт, что в ситуации и глобального кризиса, и сейчас то, что происходит, все рынки того же зерна и так далее, они будут оставаться... Убираем Краснодар, неудачный пример. На чем в экономической области сосредоточиться Ставрополью для поступательного развития герна? А я не понимаю, что такое экономика. Я понимаю, что такое проекты, которые будут давать общественную стоимость, реальный продукт, деньги, которые, естественно, неэффективны. Поэтому, когда я говорю Кавминводы, это как раз и есть для меня абсолютная экономика. Даже если мы будем на 20 лет, а это долгосрочный стратегический инвестиционный проект, то мы все равно уже сейчас будем получать и инвестиции, и вкладывать, и отдельные какие-то элементы использовать и так далее. Это первый момент. Второй момент. Это, конечно, сельское хозяйство. Но в сельском хозяйстве проблема не только модернизации. Скажем, кстати, губернатор упомянул сегодня очень интересные его переговоры с итальянцами по поводу технологии выращивания садов, интенсивной технологии. Это уникальный производство. Да, отличные ходы, отличные идеи, отличные технологии. Как показать, но не только модернизации технологии, потому что в сельское хозяйство проблема, это кто это все будет делать. Если люди бегут в села, молодежь особенно, и все стараются к крупному городу, там, Ставрополь, Кавминводы и так далее, то мы можем что угодно про село говорить, но не будет людей. Это значит, мы должны создать совершенно другую генерацию молодежи, которые видят для себя в сельском труде осмысленное существование не какой-то такой, там, глупый подвиг, лопатов, навоз, мотыга и так далее, а интересную работу, качественную жизнь, усадьбу, нормальное, там, хозяйство свое и так далее, там, желание, чтобы семья была большая, несколько детей и прочее. А это сумасшедший антропологический проект, это и есть экономика. Потому что мы можем в сельское хозяйство выбрасывать тонны денег, долларов, евро, но оно не даст никакой отдачи. И, например, дальше я... Так это, подожди, получается, воспитание вообще человека иной формации? А как по-другому? Ну, как по-другому? Ну, безусловно, люди должны конкретно работать в этих проектах. То есть, поэтому, это не экономика, не экономика. Причем, я бы заострил вопрос еще, вот, посмотрел бы с другой стороны, да, ведь мы живем в сложном регионе, да, и молодежь у нас сегодня разных национальностей, об этом тоже, может быть, поговорить. Это то, что у нас уже объединяет, начинает столицу, регион, и, наконец, может, столица начинает более пристально присматриваться к регионам. Вот инцидент Дирилева, да, не так давно произошел, потом Волгоград вчерашний, у нас порой происходит, да, и вопрос, как будет, что делать здесь? Ну, а есть тоже для меня вопрос такой экономики хорошим смыслом. Почему? Потому что, на самом деле, это называется во всем мире этнобаланс. Вот, если, например, если брать более толерантно, скажем, миграцию иностранную, да, то, что, собственно, такое, какую функцию выполняет иммиграция в Российскую Федерацию сегодня? Для предпринимателей, которые хотят зарабатывать на лопатном труде, на примитивном, для них очень хорошая ситуация, потому что они могут местных жителей коренной принуждать к этой работе за гроши, поскольку они им говорят простую вещь. Здесь пример уже, да, ну, так, либо намекают, ну, если ты не будешь парня работать, я привезу 10 иммигрантов из Средней Азии, они будут вместе с тебя работать, а ты тут ходи, высунув язык и так далее, да, и положив зубы на пол. Поэтому миграция выполняет функцию для того, чтобы рабскую экономику закрепить, выжимать максимально соки из коренного населения и так далее. Почему я это говорю? Потому что в ситуации, когда у нас рушится машиностроение, сложные, те же, неважно, сельхоз, но хай-тек сложные, те же, там, допустим, сады, когда пропадает, нет своей продукции, то есть, и когда все выходит в итоге в магазинчик, то в магазинчиках победят те, кто, кому не надо образование, ничего, которым надо просто, ну, например, скажем, сидеть около магазинчика целый день и просто торжить этот магазинчик. Я, например, не смогу. Не, я просто говорю, я, вот я, например, если хотите разрушить какой-то магазин, назначьте меня директором. Да, безусловно. Мне кажется, мое глубокое убеждение, что русскому человеку нужен днепрогресс, магнитка. Абсолютно правильно. Причем не обязательно в глобалистском, в таком дурном смысле, а в том числе и в микро, но в выдающемся русский человек, это человек дела, миссии. И, например, смотрите, ну вот берем мой любимый пример про авиапром. Я просто очень переживаю за это плотное заявление, для меня это показательный пример. Вот по госпрограмме развития авиационного строения в России до 2025 года у нас с 400 тысяч занятых в авиапроме государство запланировало плановое целевое снижение до 200 тысяч. То есть у нас сейчас плохо 400 тысяч, а будет занять 200 тысяч, будет хорошо. Я не обсуждаю, потому что там точно мы потеряем все окончательно авиастроение и прочее, но я просто говорю про логику. Возникает вопрос, если у нас куда эти 200 тысяч, которых мы освобождаем, куда они пойдут? Они же не пойдут из авиастроения в космическую промышленность, потому что она также будет на самом деле примитивизироваться. Они пойдут на рынок труда с лопатой. Вот и все. Поэтому вопрос миграции, вопрос в такой, скажем, практике и не только науке, это называется этнобаланс. Юрий Васильевич, смотрите, вопрос конкретный. Визы в отношении выходцев из Средней Азии, из-за Кавказа, что-то решит или нет? 1% проблему. То есть не панацея? С учетом того, что в 2015 году, как уже Путин объявил в послании Федерального собрания и так далее, будут введены паспорта по международной, соответствующей диаметике и так далее, они на 95% заменят визы. То есть это очень серьезные документы и так далее и тому подобное. То есть поток мы не остановим визами? Поток мы не остановим. А вот криминальных людей, да, которые у нас сейчас попадаются, насильники и так далее, может быть сможем отсечь, да, если они будут проходить все-таки визовый отбор? Нет, не сможем их отсечь, потому что на самом деле тех, кто уже обозначался как преступник и которому запрещен закон въезд в страну, кстати, это произошло недавно, между прочим. Это тоже про наши, потому что недавно только приняли поправку, которая запрещает повторный въезд, совершивший преступление, да. Но речь-то не про это, мы же не знаем, кто въезжает, он преступник или нет. Он же въезжает как хороший, так сказать, он выезжает в гости отдохнуть туда, у нас все. Но проблема... Солженицын писал, как нам обустроить Россию в июле 90-го года. Он писал, что Среднюю Азию мы захватили по ошибке, что Кавказ от нас тоже ошибка, надо уходить из Средней Азии туда, объединиться с белорусами и украинцами за жизнь счастливого. А вот, кстати, вот наши опасения у всех южан, что в итоге Кавказ он делимый или нет? Все-таки нас отделят, вот согласно, там, не знаю, теории Солженицына. Кавказ невозможно отделить и не нужно отделять, нужно поднять Ставропольский край. Нет, подождите, вопрос не гипотетический, возможно отделение или невозможно отделение? Вам из федерального центра виднее. Нет, еще раз повторяю, если будет все продолжаться, как сейчас идет, то вопрос встанет не об отделении Кавказа, а разделении Российской Федерации. Потому что мы это все проходили и в итоге получили то, что Путин назвал крупнейшей геополитической катастрофой 20 века, развал СССР. Там было все то же самое. Все это началось, например, простейшее, я думаю, Сергей помнит это, узбекское так называемое дело. Понимаете, когда по всем СМИ узбеки хлопковое дело, что там узбеки все там, у них коррупция, страшно воруют и так далее, там подобное. Узбеки до сих пор обижены, совершенно справедливо. Потому что в позднесоветском обществе, которое, конечно, было уже чрезвычайно деградировано и коррумпировано, везде, допустим, но взяли узбекское дело, раскрутили его, и в итоге все понимали, что узбекское дело это, мол, узбеки такие, у нас все хорошо, у нас нет подпольных цеховиков, огромное количество того, а вот узбеков у них там, они там чего-то приписки делают, в отличие от наших миллиораторов по нечерноземью и так далее. Поэтому, это технология разрушения страны. Неважно, на побожье, которое якобы такое тихое, спокойное, все сети созданы. Москва, Москва, я всем уже говорю, не знаю, надеюсь, кто-то из ФСБ позвонит и так далее, никто не звонит, я просто говорю, давайте я расскажу, как за три часа взять власть в Москве. Потому что, если в Москве находится минимум два с половиной человек, которые приехали, даже пусть, а если еще в московский столичный регион, миллион, миллион, да? Да, два с половиной миллиона, да, то организовать, организовать захват власти не представляет никакого труда. А вот смотрите, все-таки, на мой взгляд, у нас еще такие глобальные проблемы цивилизационные, культурологические, вот мы, да, он у нас такой прямо вот здесь перешейк, да, на Кавказе. Конкретный вопрос, в мечети, строить их, вот в Ставрополь, на Комерводах и так далее, как вы к этому относитесь? Он очень бурно обсуждается. Вопрос в каком плане? Опять мы попали в ситуацию, когда этот вопрос даже сложно обсуждать. Мы сами себя загнали в такую ситуацию. Я считаю, что ни в коем случае нельзя идти на поводу у понятного желания, у понятных лоббистов. Почему нельзя идти на поводу? Не потому, что, допустим, я против мусульман. Я считаю, что хиджабы, мечети, в 90% случаев, это не вопрос отправления культа. Семало. Это специальная политика, это то, что называется, смотрите, это все в мире уже отработано. Это называется не просто исламизм, это называется политический ислам. Давление везде ощущается одно и то же. То есть за этим идут в итоге ваххабиты, которые потом взрывают автобусы и так далее. А впереди, конечно, идут совершенно мягкие, хорошие люди, которые собирают мусульман, причем хороших мусульман. Они собирают и говорят, ну, наши веры не дают распространяться. Но у них задача не в том, чтобы ислам как религия, как выдающаяся религия, как классический ислам, понимаете? И в этом смысле идти на эти провокации, мне кажется, нельзя. Нужно очень осторожно подходить к этому вопросу. Осторожно, потому что мы будем интерпретированы тут же. То, что я сказал, понятно, что это будет тут же интерпретировано совершенно, опять же, как. Потому что это преступный что скажет? Вот пришел Крупнов, он русский фашист, такой чуть-чуть припорошившийся, так? Он против национальных меньшинств. Хотя, я еще... Нет, ну это упрощение, я не думаю. Дальше скажут, Крупнов против ислама. Хотя у меня опять, даже обсуждать нечего. Вообще в нашей стране, где ислам и православие сосуществуют совершенно органично там столетия, у нас вообще этот вопрос бессмысленно обсуждать. Кто чем против? Причем мы в жизни-то и, собственно, и не обсуждаем этот вопрос. Но, когда начинают своих девочек отправлять школу в хиджабы, делать из этого пиар и скандал, ну, вы телевизионщики, профессионалы. Вы прекрасно понимаете? К сожалению, вот недавно девочку уже великовозрастную и в автобус отправили. Вы же прекрасно понимаете, что это такое. Почему, например, мы обсуждаем в Ставрополье, в России, можно ли ходить в школу в хиджабы, а, например, в Таджикистане или в Турции запрещено школу в хиджабы? Извините меня, Таджикистан и Турция – это исламские страны. Потому что все прекрасно понимают, что такое хиджаб сегодня. Юрий Васильевич, вот немного чуть маятник у нас качнется. Вот интересно ваше мнение. Вот на мой взгляд, мы живем сегодня вот в такой период еще, когда у нас по швам трещит наша постсоветская инфраструктура. То, что мы создали еще в эпоху Союза, Империи, да, это все наши дороги, это жилой фонд, который изнашивается, это больницы, детские сады, спорт-объекты. Денег, средств нужно катастрофически просто. Даже с учетом того, что воровать не будут ни копейки. И вот все равно, на мой взгляд, не хватит ресурсов. Ну, помните мультфильм замечательный про ката-матроцкина? Ну, конечно, да. Не денег у нас нет, а ума. Потому что, если взять оценки, например, официальных экономистов наших из Академии наук, за нефтяные лихие годы, вот эти, или это, наоборот, шоколадные нефтяные годы, 3-4 триллиона долларов ушло в неизвестном управлении. Вот я закончу. То есть вы считаете, что вызов у нас в основном в том, чтобы обуздать коррупцию, деньги в стране и есть, и мы решим этот вопрос. То есть я принципиально против коррупции. Коррупция – это так же, как миграция, это следствие. Ведь что такое коррупция? Когда чиновник. У меня, в общем, 7 лет в госстаже, и даже некий достаточно серьезный статус есть государственного чиновника. Я служил так. Я просто только что. Что такое коррупция? Это когда человек приходит на госслужбу. А его согласнять начинают. Не-не-не, это все вторично. Вместо того, чтобы ему были ясные задачи, например, построить дорогу за миллиард рублей, там, 100 километров и так далее, условно, там, да, все, вот. Даются параметры, причем обоснованные, объективные, современные и так далее, и тому подобное. И он берет ее и строит, да, или не строит, там, не хочет, не умеет и прочее, все. А у нас чиновник приходит, у нас все качественные, размытые, бессмысленные, не цифровые показатели, или абстрактно подделанные. И человек либо, прошу прощения, спивается от того, что он просто не понимает, что делать и так далее, либо он в какой-то момент решает, ну, вот в этом во всем бардаке я уж, в конце концов, на семью поработаю, еще на что-то. Юрий Васильевич, один день из Ставрополя. Вы вообще довольны итогами визита? У меня такое неприятное чувство, что я уже в Ставрополь влюбляюсь, меня засасывает сюда, мне уже интересно, становятся в том числе детали какие-то какие-то. Почему неприятно? Неприятно, потому что это значит, что придется где-то находить какое-то время, и я искренне просто, я считаю, фундаментальные значения, то, что я говорю про Ставрополь, Попадью, где взять сил, время, ума, для того, чтобы, ну, как-то действительно помочь, вот это большой вопрос. Но крайне интересно, в городе еще вчера, когда вечером прилетел, спокойно, так очень хорошо на самом деле, вот, когда поехали в Темнолевскую, тоже опять же, ну, понимаете, вот после всех московских пейзажей, просто благословенный край. Умиротворяет. Здесь надо жить, работать, развиваться. Кроме кластера касательно реабилитации, вы что-то еще успели обсудить с губернатором? Нет, обсудить подробно не успели, общие вопросы обсуждали. Но я надеюсь, что просто мы подготовим более предметные предложения. У нас есть пять стратегически инвестиционных проектов, которые мы будем предлагать. Да, на Ставрополье. Обозначите эту тему? Да, но это прежде всего, на самом деле, новые системы расселения, потому что, если не начнется перезаселение края, переосвоение, если хотите, да, я уж не говорю про восточный район. Это проблема с восточным, да. Да, ну и нет, а в целом, не только восточные районы, потому что даже те, кто готов куда-то переезжать, они все равно хотят поближе к Ставрополю, там, Кавминводам, а нужно в целом поднимать весь Ставропольский край. Перезаселение, градостроительный проект. Второе, это, конечно, биоэкокластер, это вопрос новых технологий, в том числе и садоводства, и овцеводства, и так далее. Другой совершенно проект, который, мне кажется, очень интересный, я провел консультации, это все-таки коневодство. Потому что, мне кажется, сейчас есть возможность в перспективе не только конно-спортивную индустрию создавать в стране, а для этого нужны лошади, качественные лошади, средние лошади и так далее. Базовый рассматривает сельский конезавод. Тысяча приложений, да, тысяча приложений. То есть это нужны, скорее всего, даже многочисленные конезаводы. Так, понятно, четвертый. Да, значит, собственно, класс социальной реабилитации, то, что мы видим, и городки демографического будущего. Поскольку президент Медведев, когда был президентом, Медведев Дмитрий Анатольевич гениально принял решение о том, чтобы многодетным семьям всем выделять по желанию бесплатную землю, то сейчас это выделяется, но все это хаотически разово, по кускам. А надо делать собранные городки для многодетных семей, городки для многодетных семей, и тоже мы предлагаем, как это сделать, как это можно достаточно дешево сделать, или, точнее, даже доступно для многодетных семей, и как за счет этого, в том числе, поднимать сельское хозяйство и так далее. Вот такие базовые проекты, но тем огромное количество интересных. Да, ну и, конечно, санаторно-курортный кластер, то есть Кавминводы, который нужно заново перепроектировать в конкуренции или в бенчмаркинг, как говорят, сопоставлении с мировыми ведущими аналогами, нужно делать мирового уровня. На этом удивительном, еще раз повторяю, просто богом данном природном ресурсе, нужно делать мировой передовой кластер. Юрий Васильевич, мы можем пожелать вам только продолжать влюбляться в наш регион, будем очень рады вас видеть. Спасибо, потому что на самом деле, все, что нам нужно, это любовь. Вот на такой романтической, лирической ноте, да, мы закончим. Я согласен. Юрий Васильевич, спасибо большое за интересную беседу, я напомню телезрителям, что вы смотрели проект «Делим надвое», я Татьяна Федорова, Сергей Горло, и наш гость Юрий Васильевич Крупнов были сегодня с вами. Желаем доброго дня. Желаем доброго дня.